Слава Богу! Послушайте, я хочу привлечь ваше внимание. Я попытаюсь сегодня сделать что-то иначе. Я молился об этом. Как это лучше сделать? Посмотрите на меня все, пожалуйста. И сделать я это смогу только когда я дам много мест Писания и причина в том, что я должен вам дать биографический очерк. Я не хочу, чтобы вы мне поверили. Я хочу, чтобы вы все увидели это в Слове Божьем. Я изучал разные биографии. Я люблю изучать биографии. Я очень много от них научился. И Библия полна разных биографий. Евангелие Матфея, Лука, Марка и Иоанн описывает биографию Иисуса. В книге «Деяния» мы видим описание жизни апостола Павла. В Ветхом Завете описана жизнь Авраама, праотца еврейского народа, Давид, который пас овец и взошел на трон. Иисус Навин, кто перевел израильский народ через реку Иордан в землю обетованную. И когда Бог описывает чью-то биографию, мы получаем определенный урок из этого. И это не просто место какое-то в Библии. Мы получаем какой-то урок вдохновения. И не только вдохновение, мы также получаем и предупреждение. Потому что если ты любишь людей, и когда ты видишь, что они идут не в том направлении, ты предупреждаешь их. Если ты не предупреждаешь их, ты их не любишь. Любовь всегда подразумевает, что ты предупреждаешь людей. Родители предупреждают детей. Не общайся с этими наркоманами. Это плохо. Не ешь эту еду. Это плохо для тебя. Правильно? Я прав? Кто согласен со мной? Много разных историй в Библии. И этой отведено столько времени. Самая длинная молитва в этом месте Писания. До сих пор я размышляю над этим местом Писания месяцами. И я все равно до конца не понял. Я не могу понять эту историю. Соломон был сыном Давида, кто стал царем после смерти Давида. Помните, первый царь израильский был Саул. Люди его выбрали. Это был выбор людей. Но Бог избрал другого человека. Он выбрал молодого пастуха овец. Его звали Давид. К нему пришел пророк и помазал Давида, чтобы Давид знал, что он будет царем однажды. К тому же имя Давида настолько уникально, что Иисуса называли сыном Давида. Итак, Давид прожил свою жизнь, как мы все знаем, не идеально, но он любил Бога, служил ему от всего своего сердца. Когда Давид состарился и стал умирать, у него на тот момент было несколько жен и много сыновей, и все засуетились, кому же останется царство, потому что, когда царь умирает, он оставляет трон одному из своих сыновей. К тому же, Давид еще был жив. Когда был жив, один из сыновей уже самостоятельно провозгласил себя наследником трона и объявил себя царем. Но у Бога был другой план, и он послал пророка, который сказал Давиду, «Этот твой сын, который избрал с себя не тот, кого Бог хочет на царство, и тебе лучше что-то с этим сделать». И Давид быстро принял решение и позаботился, чтобы Соломон был царем. Что интересно насчет Соломона, это то, что мать Соломона была Версавия. Версавия была в жизни Давида особенный случай, о котором невозможно забыть. Это была та женщина, у которой с ним была внебрачная связь. И затем, когда ее мужа убили, это вообще некрасивая история, и затем, когда Урия был убит, он был мужем Версавии на момент их связи. Давид женился на ней, ребенок от их связи умер. Но он женился на ней, и она стала жить во дворце. Она снова забеременела и родила Соломона. Но Соломон всегда напоминал о Версавии, и все знали, что это часть жизни, о которой лучше не вспоминать. Но Бог по своей благодати избрал Соломона. Ну, не прекрасен ли наш Бог? Он взял безвыходную ситуацию и исправил ее своим благословением. Можете вы сказать «Аминь» на это? Исправить наши ошибки и благословить нас. Итак, Давид при смерти, он уже старый, и он разговаривает с Соломоном. А теперь все внимательно посмотрите сюда и сконцентрируйтесь. Он сказал, «Третья царств» со второго стиха. «Третья царств», вторая глава с первого стиха. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и мужественен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдай уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевым, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что ты не делаешь, и везде, куда не обратишься». Давид умер, «И Соломон стал царем». Много всего происходило, мы видим, читая эти страницы. Итак, мы видим, что Библия говорит нам, что когда его отец умер, у него были хорошие советники. И затем интересная вещь произошла, что сделало его совершенно уникальным. Бог явился к нему. Такого не происходило с его отцом Давидом. Мы этого не видим нигде. Но Бог явился ему. Мы читаем об этом Третье Царство 3.1. «Когда утвердилось царство в руках Соломона, Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял со себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима». И дальше. С третьего стиха. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Господа Отца Своего, но и он приносил жертву и укурение на высотах». Единственная вещь, от которой он не смог избавиться, это он оставил всех идолов, которые были на его земле. Их было полно вокруг. Высоты с идолами, где приносились жертвы. Приходили люди туда поклоняться этим идолам, приносили их свои жертвы и все саждения. И Бог это ненавидел и предупреждал этого не делать. И когда они поклонялись там своим богам, иногда эти места использовались для поклонения истинному Богу. Но Бог сказал «Не смейте так поступать». Но Соломон так и не смог от этого полностью избавиться. Четвертый стих. «И пошел царь в Гаваун, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике». Я имею в виду, Соломон всегда любил большие цифры. Нам трудно десятину давать, а он тысячами приносил жертвы. Пятый стих. «В Гавауне елся Господь Соломон у вас не ночью, и сказал Бог, проси, что дать тебе. Но не замельчательно ли это? И сказал Соломон, «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему великую милость, и за то, что он ходил перед тобою в истине и правде, и с искренним лицом перед тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть и ныне. И ныне, Господи Божий мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца твоего, но я отрок маленький, я не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты народа, столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть. Даруй же работу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Вы слышите? Это смиренная просьба. Десятый стих. «И благоугодно было Господу, что Соломон просил его. И сказал ему Бог за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, и не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни жизни твоей». Вперед, Соломон! Просто подумайте об этом. Господь ему явился. И Соломон, как ребенок, Соломон смиренно просил о мудрости. Его всемирная известность, процветание и богатство его царства распространилось по всему миру. Но обратите внимание на условия. Спасибо. «Если ты будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И теперь мы перейдем к 4 главе с 20 стиха. «Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились». Это было их любимое занятие – «есть и пить». Соломон управлял государством. Это был самый процветающий момент за все время существования Израильского государства, правления Соломона. 21 стих. «Соломон владел всеми царствами от земли Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары, служили Соломону во все дни жизни его». Я имею в виду, все было грандиозно. Грандиозная империя. Итак, что же там написано дальше? Давайте посмотрим. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум». И обширный ум, как песок на берегу моря. «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Он был мудрее всех людей, мудрее и Ифана, и Зарахитянина, и Емана, и Халкун, и Дарды, сыновьи Мало, Махола. И имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей и песни, и его было тысячи и пять. «И говорил он о деревнях от кедра, что в Ливане до Исопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах». И рыбах. Смешно, что окончание этого предложения и о рыбах выставлено как-то отдельно. Но все равно вы следуете за мной. Бог явился ему. Этот мужчина был благословен. У него было все. И в Третьей Царств говорится, что он решил исполнить то, что Давид завещал ему. Не ставьте это местописание пока на экран. Давид перед смертью завещал ему, говоря, что Бог обитал в Скинии, которую они установили в пустыне. Мы это видим в Ветхом Завете. Там была комната святая святых. Но Давид захотел построить большой храм Бога, но Бог сказал, не позволил ему это сделать, потому что на его руках было слишком много крови. Поэтому, сын, ты построишь его. Но я собрал все необходимое для этого, все золото, все, что тебе понадобится для этого строительства. И Бог дал мне план этого строительства. Бог воодушевил меня и дал мне весь план строительства. Поэтому ты его построишь. И Соломон подчинился тому, что дал ему его отец. И он построил его. И затем, после открытия и освящения храма, в Библии описана самая длинная молитва, которую вы можете найти в Библии. Бог поместил туда самую длинную молитву. И я пару небольших стихов дам вам сейчас с этой молитвой. Восьмая глава с 22-го стиха. И стал Соломон преджертвенником Господнем посреди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу, точно так же, как мы делаем. Понимаете? Вот так он поднял руки к небесам. И он молился. Господи Божий Израилев, нет подобного тебе, Бога, на небесах, внизу и на земле, на верху земле и внизу. Ты хранишь завет и милость рабам твоим, ходящим пред тобой и всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему, Давиду, отцу моему, что говорил ему. Ты, что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукою твои. И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу твоему, Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав, не прекратиться у тебя пред лицом моим, сидящим на престоле израильским, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя передо мною так, как ты ходил передо мною. И ныне, Божий Израилев, да будет верно Слово Твое, которое ты изрек рабу твоему, Давиду, отцу моему. И эта молитва длится несколько параграфов. Когда мы в проблеме, и мы приходим в храм молиться, услышь нас, Господь. Великолепно. И затем, что мы видим? Господь явился ему во второй раз. И это очень странно. Сам Господь явился ему дважды. И тут написано 9 глава с 1 стиха. «После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему, Господь, я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Сделал все по молитве Твоей. Я осветил сей храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи Мои и сердце Мое там во все дни». И также в 9 главе, мне кажется, сказано с 6 стиха. «Если же вы, сыновья ваши, отступите от Меня и не будете соблюдать заповеди Моих уставов, Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить иным Богам и поклоняться им, то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал Ему, и храм, который Я осветил имени Моему. Тех людей, которые Я привел сюда, Я развею по всему миру. Тот храм, который Я построил, Я разрушу. Отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов». Опять интересное, опять это слово. «Рыба и нации» почему-то отдельно записано у меня тут на экране. Смешно. Итак, это биография самого великого царя за всю историю Израиля. Я тут записал, потому что не хотел ничего упустить. Каждый год ему присылали 25 с лишним тонн золота. Это золото приходило от людей из других стран. 200 больших золотых слитков. Он построил еще дворец и себе. У него было много дворцов. Помимо того, что он построил храм, он еще построил дворцы для себя и жен. 300 небольших золотых слитков. У него был трон. Вы не можете найти такой трон на Амазоне. Он был обложен чистым золотом. У него была золотая посуда. Вы что используете? Пластиковую посуду иногда? Или стеклянную? В лучшем случае стеклянную. А он ел на золоте. У него было столько золота, что серебро не котировалось там. Серебро было как дешевая посуда. Во времена Соломона серебро не ценилось тогда. Сверх того, у него был флот торговых кораблей. 1200 колесниц. И кони были специально из Египта. Как вам это? И затем, как я уже сказал вам, я не могу понять. Но это в Библии. Давайте посмотрим, что Бог говорит. 11 глава с 1 стиха. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. Моавитянок. Все эти женщины были не еврейками. Бог категорически запрещал евреям жениться на других нациях, кроме израильтянок. Вы не можете жениться на чужестранных женщинах. Так же, как Господь нам сказал, не женись на неверующих. Если вы женаты на неверующих, а потом уверовали, вы должны оставаться с ней и молиться, и верить, и быть свидетелем неверующей жене, чтобы она пришла ко Христу. Но вы не можете жениться по Ветхому Завету вне вашей нации. У него была куча жен, моавитянок, амонитянок, идуминянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, которых Господь сказался нам, Израилевым, не входите к ним, и пусть они не входят к вам, чтобы они не склонили сердца ваши к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. В одном переводе говорится, что он зависел от их любви. Иными словами он сказал, «Мне все равно, что Бог говорит». И было у него 700 жен. Вы себе представляете? Они все были царских кровей. И 300 наложниц, женщин, которых он просто содержал, и к тому же развратили жены его сердца. Во время старости Соломону жены его склонили сердце к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу твоему, как сердце Давида, отца его. К тому же, под конец его жизни они настолько отвратили его от Господа, что он стал творить вещи, которые были для Бога мерзостью. Символом одного из богов, богини Астрата, мы не говорим об этом здесь, потому что тут могут быть дети, и это отвратительные символы. И Молох. Эти боги требовали приносить детей в жертву. Их живьем сжигали. И Соломон поклонялся этим вещам. И он строил храмы для своих жен, которые развратили его и отвратили от Бога. Но ты можешь и своему Богу поклоняться, и нашим богам. Надо быть современным или демократичным. И однажды истинный Бог отошел, и остались только эти омерзительные вещи. И стал Соломон служить остраде божеству седонскому и милхому мерзости амонитянской. И сделал Соломон неугодно пред ночами Господа, и не вполне споследовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище хамусу мерзости амонитянкой на горе, которая пред Иерусалимом, и молоху мерзости амонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кодили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. Вы это слышите? Как могло быть, когда тебе Бог являлся дважды, и затем ты начинаешь строить храмы для этих мерзких, отвратительных богов и их жен, на которых ты вообще жениться не мог? Мы знаем, что старая поговорка говорит истинно, что нет ничего невозможного, но сатана следует по пятам за вами. Для Бога нет ничего невозможного. Но будьте уверены, что сатана и грех может проделывать свои фокусы. И это написано для нашего поколения. Десятый стих. «И заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил этого, что заповедовал ему Господь Бог. И сказал Господь Соломону, за то, что у тебя так делается, и ты не сохранил завета моего, и уставок моих, которые я заповедую тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его работу твоему». И это поражает меня. Как могло получиться, и это возможно, не говорите, что это невозможно, как могло получиться, что из смиренного человека, который как ребенок просил у Господа, «Дай мне мудрости, я не могу править этими людьми, я не знаю, что мне делать. Господь, дай мне мудрость, и это все, о чем я прошу». И Бог сказал, «Я дам тебе эту мудрость, что ты просишь, но к тому же я дам тебе все остальное. Я дам тебе столько мудрости, что к тому же дам тебе и материальные вещи, и благословения». Как могло получиться, что из этого положения ты построил храм и молился этой молитвой, когда Бог тебе дважды являлся, и ты знал точно, что Давид тебе завещал перед своей кончиной. Делая это, ты поступил так, и Бог будет с тобой. Если ты пойдешь другим путем, все обрушится вокруг тебя. Как можно отсюда оказаться там, что последнее упоминание о Соломоне мы видим, когда он стал старым больным человеком, он стал накладывать на людей неподъемные налоги, и это его люди, у них после его смерти были большие проблемы, потому что он на всех наложил налоги за все, и он строил храмы для языческих богов и поклонялся идолам. Как же это могло произойти? И Бог поместил эту историю в Библию, и это очевидно для вас и для меня, для всех нас. Недаром Библия говорит со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Недаром Библия говорит, что те, кто боится, стойте, кто стоит, бойтесь, чтобы не упасть. Мы живем в уверенности, во спасение, мы доверяем Богу, но мы должны держать свой взор на Господе. Если Соломон был соблазнен, как насчет вас и меня, никто из нас не имеет такой духовной привилегии, как Соломон. Я поражен. 700 жен. Знаете, если бы у кого-то был магазин в то время по продаже свадебных костюмах, он бы разбогател на свадьбах Соломона, он, наверное, богатеем бы стал. Как можно жениться на 700 женщинах? Я не понимаю, как это возможно. Когда он ложился спать, вы что думаете, к каким богам он обращался? И вы думаете, Бог не говорил к нему? Вы думаете, его совесть не говорила к нему, как кому-то из вас совесть говорит иногда, те, кто в зале или кто смотрит нас на экран. Когда вы идете в неправильном пути, и Бог беспокоит вас, а вы игнорируете его призыв. Если вы делаете так, вы закончите, как Соломон. Нет другого выхода. Вы либо идете ближе к Богу, либо уходите от Господа. Духовный рост это не выбор. Вы либо возрастаете, либо деградируете. Нет промежуточного этапа с Господом. Нет местечка, где бы я остановился передохнуть. Инак последнее, что мы видим. Какое безумие. Наложил на своих людей огромные налоги. Позвольте мне с вами поговорить. Это имеет отношение ко всем нам. Мы не живем такой роскостной жизнью, у нас нет всего этого, но Бог по какой-то причине поместил это в Библию. Давайте откроем книгу евреям, вторая глава с первого стиха. Посему, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, и хочу обратить ваше внимание, что это новый завет. Вы слышите меня? Это для нас, для детей Божьих, кто поверил и принял благодать, насколько мы благословенны. посему, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получило праведное воздаяние, вспомните Соломона. Третий стих. То как мы избежим вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердило слышанным от Него? Тут сказано все четко. Библия нам говорит абсолютно доходчиво. Как же нам избежать вознерадев о спасении? Вот поэтому мы собираем все вместе сегодня, как псалмист пишет, или как в песне песней поется. Мы должны поддерживать друг друга каждый день. Вы не знаете, что сатана пытается сделать с кем-то. Вы смотрите на прославителей, или вы смотрите на меня, или на пасторов. Вы видите новых членов нашей церкви. Вы не представляете, не имеете представления, что сатана хочет сделать с ними. Мы должны молиться, мы должны противостоять, мы должны вовлечены быть в духовную битву. Кто из вас знает, соглашен, скажите аминь. И это не просто мы убиваем наше время, потому что у врага есть своя стратегия и намерение. Вот почему мы встречаемся и поддерживаем друг друга. И теперь, когда ограничения из-за пандемии сняты, время опять вернуться в церковь. Если вам не нравится здесь, поклоняйтесь Богу в другом месте. Хорошо, идите в другую церковь, найдите себе подходящую, но не оставляйте собрания и приходите в церковь, поддерживайте друг друга. Потому что каждое собрание дает нам силы почувствовать спину друг друга, почувствовать Бога. Кто из вас понимает, о чем я говорю? И это всегда со мной происходит. Я серьезно. Иначе я могу свалиться. Нет, ты не можешь упасть, пастор Символа. О, не глупите. С каждым может случиться. Я могу упасть. Вы можете упасть. Библия говорит об этом. Берегитесь, чтобы не упасть. Третья книга главы к евреям 12 стиха. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Как могут братья и сестры иметь сердце лукавое и неверное? Потому что они могут, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, докуда можно говорить. Ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Когда грех входит в вашу жизнь, он обретает власть к ней. Да, друзья мои, власть. И он отворачивает и уводит вас от Бога. И через какое-то время вы уже начинаете сомневаться. Если Бог вообще... Я серьезно, я это точно знаю. Это годами проверено. Масса людей приходило в эту церковь, и Бог их спасал, и я благодарю Его за это. Знаете, сколько людей ушло? Мы не знаем, где они, но мы их больше не видим. Если бы они пошли в другие церкви, я был бы счастлив. Но они ушли от Бога. Один молодой человек упел в хоре, мы видели его, он поднимал свои руки и поклонялся Богу. Это было уже давно. Потом он пропал. Через какое-то время я стал его искать и нашел его работающим продавцом билетов в городе, в порнотеатре. Не говорите мне, что грех не имеет смысла. Мой отец один раз выпил рюмку, когда ему было 12 лет. Он был диаконом в церкви, и он на работе выпил один раз. И на 22 года он стал алкоголиком и принес сущий ад в мою семью. Он был алкоголиком. Давайте будем реальными. Кто из вас может сказать аминь на это? Мы не можем просто пританцовывать и подпевать Бог добрый в любое время бам-бам и подталкивать локтем своего соседа. Бог добрый в любое время. Но, пастор, я не могу впасть в грех, потому что Бог всегда на своем троне. Он был на своем троне, когда Соломон отошел от него. И он не остановил Соломона от принятия его решения. Он сказал, пока добрый Бог, а я иду к идолам своим. Итак, давайте я завершу. Первый. Какой урок мы можем с этого получить? Первое, что мы видим, что это процесс. Это не случилось за ночь. Никто не проделывает такой путь от встречи с Богом до поклонения отвратительным идолам. До того момента, когда он начал строить храмы для своих жен. Никто за ночь этот путь не проделывает. Вот почему это процесс. И это касается всех нас. Кто-то укрепляется в Боге, а кто-то медленно скатывается назад, вниз и теряет связь с Богом. И если вы не остановите этот процесс, вы пойдете глубже и глубже и глубже. И это духовный закон. Вот почему эти предупреждения в Библии. Нет, я дитя Божий, я избранник Божий. Хорошо, тогда прочтите, что Библия говорит нам. Как мы можем избежать того, чтобы не отпасть от спасения. Это серьезные вещи. Вы со мной? Я говорю, серьезно. Все остальное в этом мире как шутка. Политика, спорт, фильмы, новости, все это несерьезно. Все это мишура и мусор. Все пройдет. В мгновение ока все пропадет. Все это чушь. Но то, что написано в этой книге, это вечность. Это вечность. В 11 главе от евреев, в которой упоминаются имена героев веры, имя Соломона даже не упоминается. Я не знаю, конечно, я не Бог, чтобы судить. Но, что я знаю точно, так это предупреждение для меня. Вы можете с Богом там. О, пастор, но у меня такие отношения с Богом. Прекрасно. Но где вы сейчас? Я знаю, но раньше я бывала, пел в прославлении, вел воскресную школу. Замечательно, что сейчас происходит для всех нас. Почему раньше было лучше для тебя 10 лет назад или 20 лет назад или 5 лет назад, а сейчас вы не так близки к Богу? Почему вы сползли вниз, ушли от Бога? Я говорю вам это, потому что люблю вас. Итак, мы поняли, что это процесс. Я пытаюсь понять, как это работает. Сейчас я закончу. Это последнее, что я хочу сказать. Хариста, вы можете выходить. Мы закончим с песней. Из чего мне начать? Он женился на дочери фараона. И с этого начался весь этот бардак. Знаете, почему он женился на дочери фараона? Потому что так решались политические вопросы и раньше. Он женился на дочери фараона, потому что если в будущем фараон египетский решит пойти войной против Низ, то если вы женитесь на его дочери, вы себя обезопасите. Фараон скажет, не, я не могу, там моя дочь. Соломон женился на ней. Это постоянно встречалось в Европе в прошлом столетии, когда начиналась война. Все переженились с соседями, чтобы себя защитить таким путем. И он это сделал вместо того, чтобы доверять Богу. Что лучше, доверять Богу или жениться на его дочери? Верить Богу. Но когда ты отходишь от Бога, ты начинаешь думать, ничего страшного, все так поступают, я царь, а цари могут делать это, а не женятся на других иностранных женщинах, потому что это дает политическую безопасность. Это мирское политическое решение, оно очень распространенное. Второе. Когда я размышлял и молился часами, я просила у Господа, покажи мне, что я должен показать людям, от чего их предупредить. Второе. Материальные вещи затмевают ваши глаза и отводят вас от Бога. Все это золото, все это серебро, все эти лошади, все это богатство, этот богатый трон с драгоценными камнями, эти чаши и золото, тарелки и золото, все это великолепие, которое вас так увлекает. Вы начинаете смотреть на физическое, что теряете фокус с духовных вещей от Господа? Вы согласны это в Новом Завете? Некоторые семена не дают всходов, потому что мы больше заботимся о земном, чем о духовном. А что насчет вас? Или вас, кто смотрит нас по телевизору? Вы надеетесь на ваши накопления, на ваши деньги, или на то, что ожидает вас на небесах? Я спрашиваю вас, это вопрос ко всем нам. Вы можете быть бедны здесь и иметь богатство на небесах, или вы можете быть богатым на земле и на небесах у вас будет пусто. Это предупреждение для всех нас, потому что эти физические вещи всех увлекают. Заметьте, у него вдвое больше времени заняло построить себе дворец, чем храм Богу, и это неправильно. Он строил свой дворец в два раза дольше, чем великолепный храм Богу. О чем это говорит нам? У него что, не было где жить, у него было несчетное количество дворцов. Он просто строил и строил их, не мог остановиться. А почему бы и нет? Ведь я могу себе позволить. И затем, братья и сестры, политические вопросы, которые он решал таким образом, отдаляли его от Бога. Если ты хочешь ходить с Господом, ты не должен обращать внимания на толпу. Вы согласны со мной? Толпа не должна пугать вас. Вспомните Иисуса. Он не пошел с толпой. Следующее. Посмотрите на меня. Вам надо быть осторожны с материализмом. Помните, что вам не обязательно надо быть миллиардером, как Соломон, чтобы быть прилепленным к деньгам. Моя жена и я знали людей, которые жили на маленький доход, но зависели от денег больше, чем миллионеры. Все, что они хотели, это деньги, 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 деньги. Мне надо больше сбережений, мне надо больше денег. Для чего? Когда ты умрешь, ты и копейку с собой не заберешь. Голыми мы пришли в этот мир, голыми и уйдем. Прославьте Бога за все, за то, что Он ведет нас. Знаете, что присутствие Божия было настолько сильным сегодня в момент прославления. Бог свидетелем, я говорю вам правду, когда мы пели песню сегодня, я стоял там, я сказал, мы ждем тебя, Господи, я хочу домой, я просто хочу пойти к Нему, там мой дом, то, что мы тут делаем, это как тренировка для нас, но когда Он придет, мы готовы к Его пришествию. А вы готовы? Чем вы богаты? Земными вещами или духовными? К этому мы должны стремиться. И в заключение, не только материализм и политические вопросы, но есть еще кое-что. Эти женщины? Как Он мог со всеми ими управляться? У меня одна жена, я и то с трудом управляюсь. Простите, простите, это не то, что вы подумали. Ну, серьезно, вы знаете, что я имел в виду. очень тяжелая работа сохранить брак в благополучии. Разве нам не нужна благодать Божья в этом? Но, серьезно, 700 жен женщин. Зачем? В чем смысл? Потому что все они были прекрасны, и у них было влияние в их странах, из которых они были. Он их просто коллекционировал. Это как некоторые собирают марки или монеты. сексуальная распущенность имеет притягательную силу. И последнее, как он мог отойти от Господа, потому что все эти женщины, его жены. Бог предупреждал его, не бери себе в жены иноземных женщин, потому что они увлекут тебя от Господа. Не ты их приведешь к истинному Богу, к тому же они приведут тебя к идолам. Это в Писании. Помните в Новом Завете худые сообщества развращают добрые нравы. Если вы ищете компанию среди неверующих, будьте осторожны. Если вы пытаетесь привести их к Богу, будьте осторожны все равно. Но худые сообщества развращают добрые нравы. И как нам закончить сегодняшнее служение? Для меня, моей жены и людей за моей спиной мы не отвернемся от Бога. Кто из вас согласен со мной? Мы не отойдем от Бога. Помашите мне рукой, если вы согласны со мной. По милости Божьей, я не вернусь назад. Я не вернусь назад. По Его благодати. Я был спасен, я был изменен. Итак, вот что мы будем делать сегодня. Мы будем прославлять Бога и закончим служение на этом. Закройте свои глаза на минуту. И если вы тут сегодня и вы думаете, пастор, вы не знаете, в какой ситуации я сейчас, а мне и не надо знать. Но вы знаете, что эта проповедь была для вас. Я вижу, что враг пытается с вами сделать, что он делает с вами, он лжец. Он обещает вам одно, а потом он поступит с Соломоном. Он лжец. И если вы встали со своего места, неважно внизу или на балконе, выходите сюда вперед. И все, что вам надо знать, что эта молитва и проповедь это была для вас, дьякона и дьяконис возложат руки на вас и помолятся за вас. Я хочу быть ближе к Богу. Послушайте меня, пожалуйста, бегите к Иисусу. Бегите ко Христу и крови Христа. Бегите туда. Пусть это очистит вас, пусть его дух укрепит вас. Это больше, чем просто вопрос жизни и смерти. Это вопрос о вашей вечности. И это не мелодраматично. Я только что вам прочел Слово Божье. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы помолимся за вас с радостью, чтобы вы могли сказать я не вернусь. Не вернусь. Приходите если хотите чтобы мы за вас помолились. дьякана и дьяканисы с балкона спускайтесь сюда. Люди кто вышли вперед останетесь здесь. будем молиться за вас. Господь мы собираемся уходить сейчас. пусть те кто первый раз посетили нашу церковь соберутся в центре приема. Их там поприветствуют и дадут по сувенирую. Благослови наши десятины которые мы сегодня тебе приносим. Помоги нам Господь. Дай нам благоговение в наш дух. И люди кто смотрит нас по телевизору помоги им все сделать. То что они должны делать. Спасибо за новых членов церкви благослови их общение. Мы любим тебя Иисус. Мы любим тебя Господь и благословляем тебя. Господь мы поклоняемся тебе. Мы любим тебя Иисус. Прибудь с нами до конца этого дня. Мы просим это во имя Иисуса Христа. И все скажут Аминь. Поприветствуйте друг друга. Скажите здравствуйте друг другу. И будьте благословенны.